САКСКОЕ СОЛЁНОЕ ОЗЕРО В недрах САКСКОЕ ОЗЕРО не уступает таким гигантам, как Байкал, Ладога или Великие Американские озера. Если же перевести число этих публикаций на единицу площади, то озеро Саки площадью всего 8 квадратных километров и средней глубиной в полуметр, пожалуй, окажется мировым рекордсменом, достойным для включения в Книгу рекордов Гиннеса. Элита отечественных естественно-научных школ 19-20 столетий проводила здесь свои многочисленные исследования в области геологии, гидрологии, геохимии, в области медицинских и биологических наук. Академики Бурденко, Ферсман, Курнаков, доктора наук Налбандов, Щербаков, Кашинский, Бунеев, Перпирьев и многие другие. За каждым из перечисленных имен стоит особая научная школа и оригинальные технологические решения, идеи развития которых возникли из материалов изучения Сакского озера. Более того, именно Сакское озеро явилось базой развития таких научных направлений, как галургия в промышленности и пальню грязи лечения в медицине. Какие же тайны пытались и пытаются разгадать ученые в Сакском лечебном озере, уникальной лаборатории, созданной ее величеством природы. Давайте попробуем получить ответы на эти вопросы в Сакском музее истории грязи лечения, кстати, единственном подобном музее России. Первые упоминания о лечебном озере, образованном 5,5 тысяч лет назад, мы находим у отца истории греческого ученого Геродота, который в V веке до н.э. писал. Где-то в далекой полумифической Таврике есть соленое озеро с лечебной грязью, где используют египетский метод лечения. О городе, где есть земля, исцеляющая раны, упоминал в I веке н.э. древнеримский ученый Гай Плиний-старший. А греческий географ Клавдий Птолемей спустя век говорил о той же земле, упоминая город по росту. Сюда, к дивному озеру, окутанному легендами о чудесных исцелениях, на протяжении тысячелетий стремились страждущие. Удивительный памятник искусства III века до н.э. Пирующий Геракл был обнаружен местным крестьянином в XIII веке недалеко от Сакского озера. Подобные памятники Гераклу обычно выставляли в святилищах. Одно из них и было открыто только уже в XX веке на Сакской пересыпи. Ученые пришли к выводу, что это было культовое святилище, которое помимо других имело и целительные функции. Ведь здесь были найдены фрагменты терракотовой маски Геракла и протомы, нагрудное изображение Асклепия, бога медицины и врачевания. Кстати, в этом святилище Блиссакского озера обнаружены 68 монет различных городов и государств II века до н.э., I века н.э. Это единственное место в Крыму, где было найдено такое количество уникальных древних платежных единиц. Существует гипотеза, что люди жертвовали эти монеты, обретя здоровье благодаря Сакскому озеру и его грязям. Сегодня недалеко от этого святилища расположен музей под открытым небом – греко-скифское городище Карату-Бе. Годы сменяли десятилетия, за ними проходили столетия. Греки, скифы на берегу менялись цивилизации, народности, культуры. Лишь Сакское озеро, храняя и вбирая в себя память о них, размеренно жило своей жизнью, накапливая тысячелетия к тысячелетию свое богатство – черное золото и живую воду – рапу. В 18-19 веках лечением на Сакском озере занимались муллы, использующие татарский метод врачевания. На берегу в прогретом солнцеминеральном или они выкапывали ямы, в которые зарывали больных по самую шею, устраивая над головой небольшой шатер. Сила минеральной грязи быстро приносила облегчение страждущим. Об этом писал в своих путешествиях по Крыму и Бессарабии Павел Сумароков, искренне хотевший привлечь внимание россиян к Крыму в целом и к уникальному Сакскому озеру в частности. Впрочем, после присоединения в 1783 году Крыма к Российской империи, к полуострову возрос интерес как ученых и писателей, так и предприимчивых людей, а также самого государства. Растущее паломничество страждущих к Сакскому соленому озеру подтолкнуло Таврическое губернское земство искать цивилизованные пути врачевания. 17 декабря 1827 года император Николай I соизволил рассмотреть проект первой гостиницы Сакского курорта на берегу Лечебного озера. А к лету 1841 года при Сакском соленом озере была построена первая простейшая грязелечебница. Так Сакский курорт стал колыбелью отечественного грязелечения. Сегодня Сакский санаторно-курортный комплекс, выросший у берегов Телебного озера, насчитывает 15 здравниц. Непосредственно у бассейнов озера расположен уникальный специализированный спинальный санаторий имени Бурденко, военный санаторий имени Пирогова. Словно уголок Греции раскинулся на побережье озера санаторий Сакрополь. Чуть поодаль в тени векового парка расположился санаторий Саки. Полтава, Юрмино, Танжер, Северное сияние, базы отдыха, летние детские лагеря. Многие здравницы курорта обосновались недалеко от другого западного бассейна Лечебного озера, у самой кромки Черного моря. Целебный воздух, морские купания, здесь все задействовано для здоровья человека, но главным целебным фактором всех сакских санаториев, конечно же, являются грязь и рапа, соляной раствор Лечебного озера. Серьезнейшие заболевания опорно-двигательного аппарата, спинного мозга. Лечебное озеро дарит здоровье людям, потерявшим надежду ходить, жить полноценной жизнью. Тысячи и тысячи отчаявшихся женщин обретают благодаря целительным силам озера радость материнства. Озеро дарит и мужскую силу, ведь здесь, на Саксском курорте, лечат и урологические заболевания. Что же таят в себе озерная гладь и недра таинственной соленки? Загадку ее ученые разгадывают веками, открывая все новые и новые секреты уникальной природной лаборатории. В 2001 году у кафедры биохимии Харьковского университета был проведен анализ содержания биологически важных веществ в образцах лечебных грязей Сакского озера и Мертвого моря. Оказалось, что содержание липидов, витаминов, аминокислот в сакских пилоидах в несколько раз больше, чем в Мертвом море. Иными словами, сакская грязь, в отличие от грязи Мертвого моря, действительно живая. Именно эта живительная сила и дарует людям самое ценное, что у них есть. Здоровье и надежду на выздоровление. Вот такое оно, Сакское соленое озеро. Загадка природы, веками хранящая в себе тайны. Озеро, окутанное особенными историями и легендами. Хотите почувствовать на себе целительную силу живого озера? Приезжайте на Сакский курорт и вы убедитесь, что сказки о живой и мертвой воде вовсе не вымысел. Сакское субтитры создавал DimaTorzok Сакское субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...